И снова здравствуйте, дорогие друзья! Я поздравляю нашу коллегу Ольгу Комарову. Она сегодня провела свой первый в жизни прямой эфир. Хочу сказать, что даже для меня этот прямой эфир не совсем привычный, потому что в традиционных средствах массовой информации, на традиционном телевидении, я имею в виду, там немножко другая система. А здесь я вижу всех. У нас эфирка находится прямо здесь, прямо в студии. Периодически оператор, видеооператор, оператор эфира, они между собой общаются, мы немножко отвлекаемся. Поэтому вы нас уж извините, если вдруг сегодня случилось что-то не так. Мы привыкнем, мы исправимся обязательно. Гость сегодня у нас в студии это Сергей Наприенко, помощник начальника милиции. Скажи мне, Сережа, почему помощник? Ты всегда был заместителем. Что изменилось? Ну, так получилось, что я решил перейти на должность помощника начальника по работе со средствами массовой информации. Почему? Потому что посчитал, что это ближе ко мне. Если помнят все в Южном, в принципе, меня, что я никогда не избегал встречи с видеокамерой, с оператором и журналистом. Всегда с радостью на приятные и порой неприятные вопросы отвечал, как бы, ну, старался ответить, во всяком случае, за работу всего отдела. В том числе я представлял райотдел на горсоветах, ну, гор исполкома. Ну, и думаю, что оно просто ближе мне по духу. Это действительно так. Мы помним, потому что у нас были определенные проблемы, были такие моменты, по крайней мере, в моей профессиональной деятельности, когда очень проблемно было с милицией общаться. И с твоим появлением это было гораздо легче, потому что информацию все-таки журналисты тоже должны знать. Потому что они должны подавать все, что происходит в городе, если даже это какие-то преступления. В первую очередь нужно информировать население для профилактики. Ну, как гласит статут нашей службы, что так как мы информацию преподнесем изначально, так она будет восприниматься населением. Почему? Потому что если мы будем давать комментарии, либо объяснять, что произошло в городе уже после того, как оно выйдет в эфир где-либо, либо будет напечатано в печатных изданиях, либо в других средствах массовой информации, то это будет больше уже похоже на оправдание, нежели на то, что милиция предоставляет информацию о том, что происходит. Очень хорошо и очень приятно, что работники милиции это понимают. Я предлагаю сейчас связаться с нашим МЧС в связи с тем, что у нас очень плохая погода. Я предупредила Андрея Задачина о том, что он у нас сейчас будет в эфире, и мы опробуем телефонную связь. Происходит это все в режиме онлайн. Сейчас мы связываемся с Андреем Петровичем Задачиным, заместителем начальника. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Петрович. Да. Вы нас слышите? Да, мы нас слышим. Мы уже в эфире вместе с вами, поэтому с вами до эфира мы оговаривали, что у нас сегодня погода очень-очень такая сложная. Да. Это сложно, да. Штормовое предупреждение, порывы восточного ветра до 15 минут, до 15 дней по секунду. И коллеги большое количество атактов. Для нашей службы к возникновению такие чрезвычайные ситуации, когда у нас произойдет 20-21 сентября, мы готовы, если произойдет дух, какие-то подтопления в нашем городе. Мы готовы в свое время среагировать на такие чрезвычайные ситуации. Но я думаю, что погода будет благодарить нам. Погода ожидается и завтра такая же, или все-таки... Только сегодня до утра. Сегодня до утра. Завтра каких-то морозов не будет, которые... Не обещают нам в гидрометелорах пока морозов. То есть обледенение, как у нас в январе, такое пока не ожидается. Не ожидаем таких. Какие у вас есть, возможно, пожелания, советы, как вести себя людям в такой ситуации? Ну, в первую очередь, это ограничить передвижение по улице в пешем порядке. Ограничить себя в поездках на автомобиле, потому что плохая видимость, неустойчивая дорога. Поэтому хотелось бы людям пожелать ограничить себя в таких вот поездках, в пеших переходах. Ну и также не оставаться где-то в низинах, когда, возможно, произойдет подтопление. То есть как-то выбираться. Спасибо большое. Спасибо за то, что были с нами сегодня. До свидания. До свидания. Вот. Таким оперативным образом мы сегодня связались и с Андреем Петровичем Задачиным, которым рассказал о погоде. Но сегодня мы вас тоже пригласили неспроста. Не потому что вы волонтер и принимали участие материально в создании нашей студии. Потому что, во-первых, вы всегда нам даете информацию, и это очень хорошо, и это очень заметно. Потому что у вас есть страница в Фейсбуке, о которой мы чуть позже поговорим, где публикуется информация последняя о том, что произошло в городе. Но пригласили мы вас по другому поводу. Вчера в нашем городе случился инцидент. Житель нашего города залез на вышку 40 метров, вышку мобильной связи. Расскажите, как это произошло. Вы мне позвонили, но, к сожалению, мы не смогли выехать и это все отснять. Сегодня мы вас просим рассказать, что это было, как поступил вызов, и как развивались события. Я понял вопрос. В двух словах я сегодня на страничке Южненского городела милиции в Фейсбуке информацию указал. То есть поступил около 6 часов вечера, поступил вызов на линию 102. И молодой человек, не представляясь, сказал, приезжайте, снимите меня, потому что я тут вешу на вышке. И, наверное, буду прыгать. Как-то так. Группа выехала следственно-оперативная. В таких случаях сразу же выезжает не только группа, а в том числе и переговорная группа, назовем ее так. Но фактически это руководство городела. Выехали заместители начальника, выехал начальник городела милиции Уценко Александр Ипполитович. Оперативно установили, почему? Потому что этот человек уже был некоторым нашим сотрудникам известен. И оперативно установили, кто это такой. И он был немного удивлен, когда ему позвонил начальник городела милиции на мобильный телефон. И проведя небольшую профилактическую беседу, связанную с тем, что не все вопросы можно в жизни решать кардинальными такими способами, такими шагами. А что порой некоторые вопросы просто достаточно пообщаться, обсудить, обговорить. И может быть действительно проблемы, они не такие жесткие, как могут казаться. Я думаю, что людям известны такие факты, что в те времена, когда весной и осенью организм ослаблен, то человек воспринимает иногда действительность чуть-чуть через своеобразную призму своего сознания. И у кого это сильнее проявляется, у кого это чуть меньше проявляется, у кого сильнее, то это уже, так сказать, люди. Не наши клиенты, а больше, наверное, все-таки в соседних населенных пунктах. Но тем не менее, как бы на любое здоровье человека перемена, вот такая вот климатическая перемена, перемена погодных условий, она все равно влияет. У кого-то это высказывается в виде депрессии, у кого-то это в виде того, что он просто не знает, как дальше жить, как дальше быть, не видит в себе своеобразную перспективу жизненную. И начинает блуждать. То есть в таком случае, правду говорят, что каждый участковый – это своеобразный психолог. Ну, здесь стоит говорить не только за участковых, а и каждый работник милиции. Если он не найдет в ситуации подход к человеку, то ситуация может либо накалиться, либо вообще плачевно закончиться. Ну, так и получилось, что Александр Ипполитович, вступая в разговор с ним по телефону, с человеком, который взобрался на вышку, постарался определить для себя, что с ним произошло, почему он недоволен жизнью, и почему он принял такое кардинальное решение. После непродолжительной беседы и на предложение Александра Ипполитовича приехать в отдел, сесть, выпить чашку чая и просто поделиться, что у него накипело так в жизни, что он решил таким образом поступить. Человек согласился, и не понадобилось вмешательство службы МЧС Южного. Человек сам спустился. Я вам хочу сказать, это очень выдержанный человек. Почему? Потому что за 40 минут, пока мы его уговаривали, он там находился уже час. И при порывах ветра, которые были вчера, и при погоде такой. Физически выдержанный. Но все-таки он, наверное, был на питпытку, если украинскую мову. Ну, я бы не хотел бы сейчас на этих подробностях останавливаться. Это в любом случае все факты, там, где человек либо угрожает что-то себе сделать, либо угрожает кому-то что-то сделать, все эти факты фиксируются, и информация передается в медорганизации, да, для того, чтобы установить просто-напросто, насколько реально человек может позволить совершить себе тот или иной поступок. Поэтому пока этот вопрос открытый, я, наверное, ограничусь на том, что сказал. Понятно. Он спустился сам, да? Он самостоятельно спустился. Единственное, что сотрудники Южненского городела милиции и сотрудники спасателей, они обесточили подход к вышке. Почему? Потому что в такую погоду люди, которые работают с электричеством, они знают, что велика вероятность удара током даже от изолированной проводки при высоком напряжении. Ну, ему повезло, если он поднимался по этой вышке и не задел никаких... Да, да. Можно сказать, что ему повезло. У нас не первый случай. У нас такой же случай, аналогичный был на Южненской котельной приблизительно полтора года назад. Тогда уговорил спуститься человека с вышки Норик, такой участковый. Да, старший участковый инспектор милиции Тухтарян Норик Артоваздович. Ну, я думаю, что ситуация была очень похожа. Почему? Потому что и в том, и в том случае повезло то, что мы знали, ну, как узнали, что за человек, и вовремя сориентировались. И когда к человеку обращаешься не просто этой там наверху, или там молодой человек сластья, а когда обращаешься по имени, то уже своеобразный психологический барьер, вот эта дистанция, расстояние между верхом и низом, она сокращается, и человек чувствует присутствие, что рядом с ним есть кто-то, кто может помочь. Я еще хочу отметить, что тогда на помощь пришли не только МЧСники и медицинские работники, а еще и работники фирмы Высотник, потому что, по крайней мере, тогда у наших МЧСников не было необходимого снаряжения, чтобы спустить этого человека. Поэтому Вы обращаетесь вообще, ну, то есть часто Вам приходится обращаться как-то за помощью в другие организации, ну, кроме МЧС? В каждой ситуации, в том числе и которую мы сегодня затронули, есть определенный алгоритм поведения оперативного дежурного, который принимает вызов, который дальше принимает решение, как поступить с этим вызовом, то ли это информация, которая требует передачи срочной на уровень области, то ли это информация, которая требует срочной передачи в какие-то службы городские для немедленного реагирования. Точно так же и в нашей ситуации, вот в нашей ситуации, которая сложилась, конечно же, мы просто знали, что пожарная часть города Южного имеет необходимое снаряжение для того, чтобы в случае, если человек не сможет сам вернуться назад, то у них была возможность либо на лестницу подняться наверх, либо же с помощью необходимого оборудования подняться и спустить его вниз. А вообще, как в милиции квалифицируют этот случай? Это хулиганство или как вы это квалифицируете, и какова дальше процедура, если человек, допустим, вот таким вот образом поступил? Значит, каждый факт, ну не только такой, а вообще каждый факт, звонок в милицию, каждое сообщение, каждое заявление в органы внутренних дел по линии 102, либо это заявление, либо это сообщение, либо это просто даже обращение к сотруднику милиции на улице, каждый факт фиксируется, по информации, которую излагает человек, проводится проверка. На усмотрение следователя принимается решение. Следователь, ну, к слову, он является старшим следственно-оперативной группы, которая реагирует на информацию, и на усмотрение следователя принимается решение, имеется ли состав преступления, либо не имеется. Как пример, я могу сказать, что вот когда в медучреждение обращаются люди с какими-либо телесными повреждениями, то, как правило, у нас сначала это квалифицируется как нанесение телесных повреждений. Я думаю, что читатели репо, извините, договорка, фейсбука, страницы, они обратили внимание, что мы квалифицируем даже там, где человек умирает собственной смертью, но ввиду того, что раньше не замечали у него какие-то проблемы со здоровьем, либо не знают причину смерти, либо человек достаточно молодой. И не стоял на учете у врачей, то мы квалифицируем это как какое-либо совершенное преступление. А потом уже от противного начинаем рассматривать все варианты, принимаем заключение судмедэксперта, который производит вскрытие, и уже на основании этого отказываем в дальнейшем. Оптимистический пример привели. То, что касается все-таки вот этого представителя. По этому представителю принято решение пока никаких уголовных дел мы не, извините, по новому закону. Реестр единый. Да, в единый реестр не вносилось. Почему? Потому что никакого криминального уголовного проступка в данных действиях его не было. То есть, если бы он все-таки предпринял какие-то шаги, если бы сбросился в смысле, как вариант, и получил телесные повреждения, то, соответственно, бы регистрировалось и принималось решение уже от противного. Полученных повреждений до того момента имел ли факт доведения и тому подобное. Понятно. Но главный вопрос. Все-таки он к начальнику в кабинет пошел на чашку чая? Да. Пошел? Они общались с ним. Вы думаете, уже больше таких депрессивных у него нет? Я буду надеяться, что больше таких мыслей у него не появится. Я думаю, что они говорили все вопросы, которые интересовали, в частности, человека, который решил забраться на эту вышку. Если бы мы вчера со стримом к вам пришли, как бы вы на это отреагировали? Вчера, когда это все происходило, когда вы снимали с вышки человека? Ну, у нас есть определенный. Конечно, мы бы его не показывали самого близко, потому что мы, как журналисты, знаем, как себя в таких ситуациях вести. Но если бы мы к вам пришли, например, как бы вы отреагировали, как сотрудники правоохранительных органов? Если бы все нормально с человеком было? Ну, это естественно. Если бы все нормально с человеком были, то отреагировали бы нормально. Я к чему это спрашиваю? Дело в том, что... А если бы, не дай бог, что-то произошло, тогда, соответственно, есть определенные ограничения. Понятно. Я почему так спрашиваю? У нас есть в планах проводить прямые трансляции с любой точки города Южного и не только города Южного. И часто, допустим, сотрудники не милиции, а ГАИ могут как-то неадекватно на нас реагировать. Слава богу, у нас такого опыта нет. В основном мы всех инспекторов ГАИ знаем, поэтому и они нас знают. Даже Коминтерновский. Поэтому у нас таких вопросов не возникает. Но могут быть в критических ситуациях. Мы понимаем, что если вдруг будет какое-то ДТП или еще что-нибудь, не дай бог, случится, мы можем там, допустим, прийти и уже сразу с прямой трансляцией, мы просто ожидаем, чтобы к нам было адекватное отношение, потому что все будет в эфире. И поэтому мы вам сообщаем, что мы хотим проводить стримы. Если будут какие-то и ваша служба уже в эфире, сейчас официально вас уведомляем. Ну, с целью того, чтобы, как вы выразились, какого-то неадекватного поведения не было со стороны сотрудников, у нас в системе служебной подготовки есть изучение соответствующей нормативной базы, в том числе и законов, которые регламентируют как печатные, так и телевизионные издания. Но прямая трансляция, я думаю, там не предусмотрена. Это очень новое веяние в журналистике. Согласен. Я имею в виду, чтобы люди правильно оценивали ситуацию, чтобы сотрудники милиции правильно, независимо от чина, независимо от возраста и от служебных обязанностей и полномочий, чтобы они правильно оценивали обстановку и, соответственно, давали не сколько комментариев, а сколько правильную переадресацию, если они сами не могут прокомментировать. Прокомментировать. Да. Кому можно обратиться для того, чтобы получить информацию о том, либо ином происшествии. Но теперь сотрудник, это будет говорить в прямом эфире. Отправлять журналиста и вместе с ней или с ним еще 50 человек, тех людей, которые смотрят это в прямом эфире, а бывает и больше. Так что надо это учитывать. Мы, конечно, говорим, что мы в прямом эфире. Теперь хочется показать нашим зрителям сейчас страничку в Фейсбуке Южненского отдела милиции. Он у меня есть на моей странице. Вот вы сейчас можете видеть страницу Южненского отдела милиции. Здесь есть информация. Последняя была опубликована сегодня, вот, 18-11-2014 год. И сюда входит, вот, пожалуйста, только за одни сутки в отделение милиции поступило 9 заявлений. Ну и точно так же по поводу других дней и суток, вот, 16-е, число 15-е, число 14-е, можно узнать здесь подробную информацию о том, что происходило. Хочу вас спросить, Сергей, а все ли вы, всю ли вы информацию выкладываете здесь в Фейсбуке? Или же все-таки есть какая-то информация, которую вы укрываете от жителей города? Ну, укрываете это громко сказано. На самом деле просто есть ограничения по информации. В частности, я, допустим, могу написать, что было распечатано криминальное проваджение за четырьмя фактами, а в Казаты вышли три. На самом деле здесь ничего преступного с моей стороны нету. Просто некоторая информация имеет определенные ограничения. То есть, либо по ней сейчас проходят какие-то мероприятия, и я просто не могу указать, что именно и с какой целью регистрируется. Либо же просто информация была ранее уже зарегистрирована, и по вновь каким-либо открывшимся обстоятельствам были внесены соответствующие изменения. — Страницу в Фейсбуке завести — это Ваша инициатива, или все-таки это по всей иерархии пришло в козивку с верху? — Ну, сказать так, требования о более активном налаживании работы с местным населением, с средствами массовой информации, такие требования были и раньше. Как представителями сотрудников, которые находятся на моей должности, в аналогичных подразделениях, так и людей, которые исполняют обязанности в данном направлении работы. Я вот увидел, что так будет наиболее оперативный обмен информацией. Я знаю, что некоторые были те, которые согласились, что действительно это будет правильно. Некоторые сказали, молодцы, вот если бы у нас еще подразделения тоже так вели. Некоторые, конечно, сказали, что этого делать не стоит. Почему? Потому что есть определенная информация, которая имеет ограничения и так далее. Ну, я в момент, когда я выкладываю информацию, ту или иную, я сам неоднократно ее перечитываю. Перечитываю с какой целью, чтобы, если по какой-то информации в дальнейшем возникают какие-либо вопросы, чтобы оно никак не повредило тому либо иному уголовному производству, или, не дай бог, человеку, в отношении которого это совершено преступление, либо правонарушение, либо человек, который на момент совершения этого проступка оказался в поле подозреваемым. То есть, если так подходить к этому вопросу, то я думаю, что правильно то, что я делаю, то, что я веду. У вас 229 друзей в вашей группе. Ну, мы приглашаем, естественно, в группу можно входить неограниченно, если жители города Южного будут активно приходить в Фейсбук. Почему не ВКонтакте, кстати? Почему вы решили, что именно Фейсбук должен быть? В ВКонтакте там намного активнее аудитория фиксируется. Согласен. Фиксируется, по крайней мере. Ну, разница социальных сетей, которые сейчас функционируют не только на территории Южного, на территории страны, на территории области. Разница — это контингент, который находится в нем. То есть, если взять, к примеру, ВКонтакте социальную сеть, если взять, к примеру, другие социальные сети, то, как я вижу, вот со стороны, со своей, пользовательской, не то, что я не хочу ни в коем случае обидеть, там сказать, что какая-то несерьезность, порой какое-то ребячество вот встречаю, какой-то, ну, я не знаю, вот подростковый какой-то, вот знаете, вот такой вот нотки характера к общению, то в Фейсбук чаще всего там как раз попадаются люди, которые либо серьезно можно обсудить тот или иной вопрос, либо задают конкретные вопросы и просят конкретной помощи. Ну, то есть, получается, как на мое субъективную, на мою субъективную точку зрения, это просто наиболее оптимальный ресурс для того, чтобы размещать там информацию о работе Южинского городела милиции. С вами связываются через Фейсбук, да, дают какую-то информацию? Связываются. Связываются через Фейсбук, чаще всего задают вопросы, спрашивают какую-либо правовую квалификацию, того либо иного поступка своих знакомых, своих незнакомых, но интересы таким или, ну, тем либо иным образом столкнулись. С точки зрения законодательства я им как бы и даю ответ. Но вам облегчило работу Фейсбук? Ну, по крайней мере, коммуникацию с людьми? Или наоборот усложнило? Вы знаете, человеческое общение есть человеческое общение. Социальные сети, они, какие бы они серьезные не были, какие бы серьезные вопросы в них не затрагивались, это всего лишь социальные сети. Вам работа добавилась в связи с тем, что вы? Здесь нельзя так сказать. Почему? Потому что Фейсбук, он чаще всего нами используется именно для того, чтобы обмениваться информацией, а не судить о том, добавилась работа, либо убавилась. У нас есть вопросы ВКонтакте, кстати, но адресованы вашему начальнику милиции, которые по плану мы сегодня днем говорили о том, что у нас он сегодня будет. Но планы изменились, и поэтому пришли вы, поэтому мы вам адресуем. Потом мы узнаем, почему он не пришел. Когда уберутся дворов, стихийную торговлю молочными продуктами? По городу полно прикормленных точек, милиция ничего не делает. Я не знаю, кем прикормленных, но вот такой вопрос. Наверняка человек, который написал этот вопрос, знает, о чем идет речь. Ну а вы догадываетесь? Мне хотелось бы догадываться. Ну сейчас я думаю, что человек объяснит. Вот, в общем, со стихийной торговлей. Со стихийной торговлей мероприятия все равно проводятся. Как правило, в чем заключается проблема стихийной торговли вообще? Это в том, что спрос рождает предложение. То есть это такой своеобразный закон экономики. Пока люди будут покупать, не думая о том, прошла эта продукция, которая изготовлена в домашних условиях, какие-то проверки или нет, до тех пор, пока будут люди продавать это все, реализовывать. То есть жители сами виноваты? А по факту второй части вопроса, который, я так понимаю, задающего волнует еще больше, по поводу прикормленности. Если вам известны такие факты, то, пожалуйста, обращайтесь в милицию, к руководству милиции, к заместительному начальнику, к начальнику. Если стесняетесь, можете мне на Facebook дать информацию, что именно, какой информацией вы обладаете, для того, чтобы мы какие-то меры реагирования предпринимали к этим сотрудникам. Ну, а в плане, вот выгнать вы не можете стихийную торговлю. Это не в ваших силах, не в ваших полномочиях, как это объяснить? Почему? По каждому факту. Ну, ни для кого здесь не секрет, что я раньше занимал должность заменачальника милиции, начальника милиции общественной безопасности. Начальник милиции общественной безопасности. Я вам могу вполне конкретно сказать, что делается в этих случаях. Выявляется факт, документируется факт, то есть это в присутствии понятых. Составляется протокол. Составляется протокол. Продукция изымается, принимается на ответственное хранение, либо отдается на ответственное хранение тому человеку, который реализовывал, и потом приглашается в суд для рассмотрения и разбирательства по этому административному правонарушению. А суд уже далее принимает решение наказать человека, не наказывать человека, возвращать товар, не возвращать товар. Как показывает практика взаимодействия между судом и милицией по данным вопросам, то ни одного факта нерассмотренного суд не оставил без рассмотрения. То есть все факты рассматриваются, но, увы, в пределах действующего законодательства штрафы те, которые по административному кодексу. Да. От 17 до 51 гривны. Ну, я думаю, что это не к милиции и не к суду. Почему такие маленькие штрафы? Понятно. То, что касается сегодняшней ситуации. Мы только что в эфире говорили с волонтерами, и они собирают помощь для 28-й бригады. Я знаю, что работники милиции тоже активно принимают в этом участие. Вот какова ваш внесок в эту общую волонтерскую миссию? Расскажите, пожалуйста. Я могу сказать лишь то, что работа проводится. В частности, и мной, среди сотрудников Южненского городела, и другими сотрудниками. То есть здесь, я думаю, что будет правильнее даже не сказать, насколько эта работа направлена именно на сбор волонтерской помощи. Наверное, сколько на оказание, будь какой, помощи. Как пример могу привести, что сотрудники Южненского городела в 4 заезда сдавали кровь. Один раз поехало 11 человек, в следующий раз поехали 7 человек, в следующий раз 8 человек, в следующий раз 12 человек. То есть поэтапно поехали и сдавали кровь в донорском центре. Кто сдавал на плазму, кто сдавал на хранение кровь, то есть для срочных необходимостей. Ну, своеобразная работа все равно проводится. И мы настроены на то, чтобы все-таки, наверное, показать, что мы с ними и всячески стараемся это на своем уровне и тоже поддерживать. Вы поддерживаете связь с волонтерами, я знаю. Вы как-то с ними общаетесь, как-то знаете о том, какую помощь они оказывают. Вы по собственной инститиве это делаете или все-таки у Вас по долгу служба? Знаете, здесь, ну, данный вопрос, я думаю, что рано или поздно все люди приходят к определенным умозаключениям и переломать сознание, когда оно программируется по-другому, очень на самом деле тяжело. Я думаю, что просто-напросто надо разговаривать, общаться с людьми и каждый из них просто сформирует свою точку зрения и придет к соответствующим выводам. Ну, это почти так сказать, что наша милиция в зоне Рызыку. Мы знаем, мы наблюдали за той схемой, которая была реализована на Донбассе. В первую очередь захватывали, естественно, СБУ и милицию, потому что там много оружия, ну и плюс, естественно, так как правоохранительные органы у нас представители закона, то эта система, она поломалась у нас, к сожалению. На Донбассе это было такое проявление. И мы очень переживаем за нашу милицию. Нам стоит переживать? Вы усилили как-то технически и морально? В любом случае, технически, ну, кто заходит, иногда попадает по служебной необходимости, либо ввиду каких-то обстоятельств, то ли связанных с опросом по каким-то материалам, либо с принятием объяснения, написания заявления, то видели, что технически мы стараемся укрепить своеобразное подразделение, административное здание милиции. Ну, я думаю, что работа, работа по формированию мнения, я опять-таки сейчас буду повторяться, но она должна вестись постоянно. Почему? Потому что это постоянная работа, и она не может сегодня провестись, а завтра не вестись. Почему? Потому что завтра человек может поменять кардинальное свое мнение и свое решение. И поэтому просто надо держать руку на пульсе. Я знаю, что кто-то из бывших сотрудников правоохранительных органов города Южного, ГАИ, мне кажется, или патрульно-постовой службы, тоже были в зоне АТО, и мне кажется, да, был такой человек. Да, у нас в Южненском городе милиции работал сотрудник, увы, он работал еще до моего назначения в город Южный. Я его знаю визуально, помню его, знаю его по фамилии, по имени. Он, если не ошибаюсь, был в составе 28-й бригады. Он сам житель Татарбунарского района. В последнее время он работал в неведомственных службах охраны, уволился с милицией, у него семья осталась, дети остались. Действительно, вот, знаем и помним, что такая вот ситуация произошла. Да, и погиб, да, если не ошибаюсь, то это... 20 июля, мне кажется. Нет, то ли 17, то ли 18 июля. В середине июля, да. Там как раз 28-я попала под обстрел и он погиб. Там два человека в тот день погибли, мне так кажется... Мы связывались, мы связывались с областным управлением, связывались, спрашивали, какая необходима помощь, что необходимо, как можем помочь в данной ситуации. нам было сказано, и мы чем смогли, тем помогли. Вы семье помогали? Через областное управление. Через областное? То есть мы не напрямую. Есть у вас среди ваших коллег еще тех, кто побывал в зоне АТО или готовится, или как-то с этим связан, может быть, родственники? Ну, как? Я не знаю, стоит ли эту информацию, допустим, сейчас говорить. Ну, фамилию не надо, конечно, говорить. Да, я знаю, что сотрудники, в том числе, которые недавно работали, они сейчас находятся там и приезжают порой, даже заходят в город, дел рассказывают, как ситуация там, рассказывают именно, что они видели своими глазами. То есть не искривленные тем, либо иным. Ну, сами понимаете, средства информации массовые бывают абсолютно разные и абсолютно разные. Но часто так бывает, что та информация, которую вам озвучивают, украинские СМИ, например, они подают ее не так. Ну, насколько похожа? Я не могу давать оценку, я просто говорю, что информация бывает искажена, просто искажена. Порой не в плохую сторону, порой, может быть, хотят даже как-то скрыть какие-то неприятные факты. Да, просто-напросто такой вот. Они возвращаются другими оттуда или все-таки такими же, как уходили? Вы знаете, вы изначально сказали, ну, начиная вот этот вопрос, вы сказали, что в первую очередь милицию и СБУ. Ну, я думаю, что все-таки кто-кто, а сотрудники силовых подразделений, те морально, наверное, более подготовленные все-таки, чем гражданские люди либо те, которые не служили в армии. Так что, может, это как-то с этим связано. Почему? Потому что оно, конечно, на психике оно не может нормального человека не отражаться. Просто в той либо иной степени человек может после этих событий просто так либо иначе адаптироваться в нормальном мире, в мире без войны, в мире без боевых действий. Ну, и давайте мы уже завершая наш сегодняшний с вами первый эфир в режиме онлайн-студии, я вас еще хочу спросить, все-таки возвращаясь к социальным сетям, насколько улучшилась или насколько изменилась следственная работа у правоохранительных органов? Вы мониторите социальные сети? Пожалуй, именно работа, которую вы только что сказали, согласно мониторинга сетей, согласно отслеживанию публикаций, отслеживанию выражений, высказываний, комментариев и так далее, это, наверное, в большей части сейчас заняты сотрудники правоохранительных органов, не только милиции, но и иных правоохранительных органов, скажем так. Почему? Для того, чтобы отслеживать настроение в том либо ином сфере общения. В группе, в группе, да, то есть социальные сети, они вам облегчили работу, да? Вот сейчас в такую погоду вы бы ходили и искали бы, да, информацию? Они очень давно уже облегчили работы. И если я не ошибаюсь, то лет шесть назад об этом только-только говорили, и как бы это все с улыбкой воспринималось, но тем не менее с тех времен количество пользователей социальных сетей увеличилось в разы. То есть я так понимаю, что люди сознательно понимают, что это своеобразная обменная информация, что они вместе с этим получают не только что-то допустим плохое, а и круг общения они могут найти своих знакомых, близких, людей, с которыми раньше общались на расстоянии, на километрах, на тысячах километрах порой. Они находят и оно как-то сближает их. То, что нас касается, нашей работы, ну, вы знаете, наверное, здесь нельзя сказать, что правоохранители используют социальные сети. На самом деле используют социальные сети абсолютно все. Кто-то использует ее для получения музыки, кто-то использует для получения просмотра какого-то фильма, кто-то еще с какой-то целью переписки, допустим. Мы единственное, что можем просто уточнить информацию, она не является ни доказательством, она не является в уголовном производстве ни доказательством, ни каким-то основанием для каких-то наших действий, но тем не менее мы можем принять для себя решение о проведении мероприятий в том либо ином направлении, если это в рамках уже какого-то производства, либо же просто сформировать мнение о человеке, который скрывается допустим под определенным ником, под определенным именем в социальных сетях. Вы быстро находите этих людей? Быстро вычисляете, если они допустим скрываются, не хотят, чтобы их имена настоящие знали? В рамках уголовного производства? Ну вообще в принципе. Вы сотрудничаете со специалистами компьютерных технологий или вы сами уже умеете определять? В областном управлении внутренних дел есть специально созданный отдел, который занимается киберпреступностью, у которых есть соответствующие допуски к мониторингу определенных специфических задач, информации, которая в сетях проходит. У нас на местах такого допуска нет. В рамках уголовного производства мы можем ту-либо информацию запрашивать, собирать, а так, конечно же, нет. То есть вы можете прийти к провайдеру и сказать, а ну расскажите нам IP-адрес? Только по официальному запросу и только в рамках уголовного дела. А так наехать нельзя? Не будете. А по закону они обязаны давать информацию? Если в рамках уголовного производства, то конечно. Там же должны быть какие-то основания? Основания указываются, конечно. Следователь излагает на документе. А через суд нужно получать это разрешение? нового уголовного процессуального кодекса все данные действия, связанные с выемкой, связанные с подобного рода запросом для прикрепления к материалам уголовного производства, они обязаны проходить утверждение в органах прокуратуры и суда. И тогда главный вопрос. Почему тогда имея сообщение о угрозах на мобильный телефон представителям общества по защите животных вы не установили личность, которая травила у нас животных в прошлом году? Возможно, что там выходит за пределы наших провайдеров, возможно, что там были объективные какие-то обстоятельства, которые не дали нам возможность по месту провести данные мероприятия. Но это дело не закрыто или уже все закрыто? Я не могу сказать. Да, я неожиданно вас об этом спросила. Если бы я был готов к вопросу, я бы ознакомился, узнал бы, уточнил бы информацию у следователя, который занимался. Спасибо вам большое. Спасибо, что сегодня пришли. Ваши ощущения рассказывайте. Так же, как на телевидении или все-таки вам здесь можно больше расслабиться? По крайней мере, говорить больше, чем... Здесь вопрос, мне кажется, не знаю. Как по мне, то я думаю, так же. Так же? Так же, как на телевидении. Нам что-то надо делать, нам надо что-то менять, значит, обязательно, потому что человек должен... Мы хотим изменить формат настолько, чтобы человек, который пришел к нам в гости, он чувствовал себя более спокойно и свободно. Поэтому будем над собой работать. Спасибо большое, что вы... Я думаю, для первого дня у вас очень неплохо получилось. Да, спасибо большое. Спасибо.